Как это так? У нас в городе никто не хочет сотрудничать с СИВГОКом. Ну, может быть, надо оплачивать, может быть, надо вести как-то бизнес корректно. Одни слушания, вторые слушания, третьи слушания. Слушания на депутатских комиссиях, на рабочих группах экологических, и предприятие везде гнет одну и ту же линию. Самый шикарный аргумент, мы очень хотели менять фильтры, мы не нашли подрядчика, кто нам это сделает. Извините, Кривой Рог, промышленный город. Огромное количество разного рода предприятий и фирм, ориентированных на крупные предприятия, на обслуживание крупных мероприятий, на ремонты, модернизации и так далее. Вы не нашли подрядчика? Мы начинаем сами расследовать этот вопрос. Как это так? У нас в городе никто не хочет сотрудничать с СИВГОКом? И нам предприниматели говорят, конечно, не хочет. А кто будет вкладывать свои деньги? Договора сейчас крупные предприятия выставляют таким образом, что подрядчик должен проплатить оборудование, закупить, нанять работников, выполнить работы, и потом, может быть, крупный бизнес ему оплатит, сколько сочтет нужным. Извините, у мелкого бизнеса меньше шансов, меньше оборотов, меньше возможностей выкрутиться каким-то образом. В конце концов, это люди, это семьи, это дети. Они должны что-то кушать, они должны учиться и так далее. Один раз, второй раз, не дождавшись оплаты, или влезая в какие-то там чуть ли не судебные дрязги по поводу оплаты, ожидая ее бесконечно. Ну, кто придет еще раз за новым подрядом на это предприятие, если уже обожглись сами или там коллеги и так далее. Оказывается, СИВГОК не нашел, кто будет делать эту работу. Ну, может быть, надо оплачивать, может быть, надо вести как-то бизнес корректно, но не может быть такого, что в Кривом Роге и в окрестностях прям вот все настолько заняты, что никто не смонтирует электрофильтр.